йоу салют я продолжаю тему анимации в дизайне и сегодня вам покажу как перекинуть вашу работу из фигмы или скетча сразу в after effects и это все работает в один клик без всяких заморочек все супер просто и быстро если вы готовы поехали первым делом мы переходим на сайт а и x и качаем плагины и устанавливаем их на фигму или на скетч смотря чем вы пользуетесь и также это все дело мы закидывал в after effects для того чтобы этот плагин установить в after effects нам нужно скачать установщик плагинов который находится на сайте а я скрипс это абсолютно бесплатно переходим по ссылке качаем и в него потом мы перетаскиваем наш установочный пакет и у нас все должно очень быстро подхватиться для того чтобы установить этот плагин фигму идем в меню плагин development и импорт плагин from manifest и дальше находим путь к этому файлу фигма манифест вот он нажимаем open ok плагин у нас успешно установлен и для того чтобы нам это все страницу выгрузить в after effects я кликаю правой кнопкой мыши плагин development и x у меня их два потому что есть старая новая версия но работает они по одинаковому принципу ok дальше нам нужно нажать send selection to after effects но прежде нам нужно сделать некоторые настройки в самого after effects и так я в after effects у меня пустой проект еще ничего не создано никаких композиций ничего нету и давайте откроем скрипт мы идем в window extension а есть x здесь у нас есть настройки этого плагина первое что она спрашивает плагин как мы хотим импортировать страницу как новую композицию или уже в существующую композицию мы можем создать свою композицию со своими размерами и просто импортировать какой-нибудь объект или страницу в данном случае я буду использовать новую композицию потому что я хочу страницу импортировать целиком и у меня нету никаких здесь композиций дальше мы переходим в options и здесь мы указываем путь куда мы хотим сохранить картинки которые мы используем в проекте и также можем задать увеличитель мы можем весь наш проект увеличить в какое-то количество раз я оставляю все по дефолту я не ставлю 1x фреймрейт я обычно ставлю 24 но вы если хотите можете поставить 60 для того чтобы вся анимация была более плавной но учитывайте что у вас будет больше нагрузка на ваш комп дальше мы указываем длину для всех композиций я выбираю 10 секунд в принципе этого достаточно вся анимация за 10 секунд точно проиграется а если мне нужно меньше я могу потом это все дело подрезать подрезать проще чем увеличивать следующий параметр это чекбокс detect parametric shapes плагин умеет определять шейпы если это например прямоугольник он может определить что это прямоугольник и трансформировать его в параметрический прямоугольник который мы можем редактировать задавая ему высоту длину скругления и так далее и следующая штука это приком групп использовать при композ для групп я тут чекбокс убираю и следующие настройки это уже по работе с композициями когда мы импортировали проект мы можем делать при композ выделенных объектов либо их разгруппировать очень удобная штука потому что когда вы импортируете проект вас будет много разных при композов все ваши группы будут в при композах и вам проще будет всего одной кнопкой это все дело раскомпозить также мы можем выключать guide layer и если у нас их много и удалять группу и слоев систем у нас ничего нет вот в принципе все теперь мы готовы к импорту у нас все настроено для корректной работы возвращаемся обратно фигму запускаем а и x плагин выделяем layout моем случае десктоп 5 дальше мы можем экспортировать картинки для референса вот эти все давайте поставим здесь чем бокс и также мы можем сделать растеризацию слоев для экспорта я этого делать не буду меня пока все так устраивает и теперь нажимаем сенс лекшин to after effects оказывается плагин не работает снова версия after effects 2022 мне пришлось во первых я обновил сам плагин и я это все перенес в более старую версию в 2021 вот у нас все перенеслось все папки все группировки все сохранилось я вам рекомендую заранее подготовить ваш макет для работы чтобы вам было потом проще это все открыть в after effects но с помощью этого плагина мы можем разгруппировать любой при композ что очень сильно упрощает нашу работу муки после того как мы это все дело перекинули after effects мы видим у нас есть гайд слой с главной картинкой по которой мы будем ориентироваться на с прозрачностью и мы видим у нас есть небольшое смещение здесь по ваш шрифтам такое иногда происходит но это все можно легко поправить если мы посмотрим у нас некоторые слова по пропадали итак давайте найдем текстовый слой how the works вот он если мы два раза кликнем по этому слою мы увидим что у нас здесь есть рамка границы для ввода текста если мы чуть увеличим наш текст идеально вписывается в эту рамку вот но есть еще одна проблема расположение самого текста не очень правильное и мы можем просто чуть поднем вверх сделать мы чем и отличается еще разрядка между буквами мы можем это все дело поправить и то же самое нам нужно сделать для остальных текстовых слоев еще одна классная штука если мы выделим какую-нибудь композицию например вот header вот он у нас я пока выключи реферсную картинку вот я взял header и если мы откроем в плагине вкладку groups мы можем делать on group и вынести содержимое это группа этого при композа в нашу вкладку и то же самое могу сделать для остальных групп и все это дело выносить либо я могу просто перейти во вкладку desktop сюда и по выносить все нужные элементы из групп и тем самым извлекая нужные файлы подымая их вверх чтобы потом не лазить по всем при композом классной особенностью этого плагина является то что мы можем здесь все редактировать все шрифты можем менять все шейпы мы можем тоже редактировать если мы откроем свойства одного из шейпов перейдем в контент вот у меня мастер батон в артенгл ps то я увижу что я могу редактировать размер этой кнопки что это у нас фигурный шейп и это супер удобно потому что я могу регулировать все эти настройки иногда происходит проблема с импортом различных иконок например instagram у меня перенесся не совсем правильно мне например нету здесь вот точечки не совсем правильно перенесся но эти все вещи мы можем легко пофиксить мы можем просто выделить эту иконку и экспортировать ее как пиндж картинку и потом ее добавить уже в проект на самом деле это все мелочи и скрипт экономит огромное количество времени которые вы бы это все вручную переносили он все делает автоматически за вас в принципе наш проект готов к анимации и все что нам остается сделать это добавить ему жизни если вас интересует тема анимации у меня есть отдельное видео на канале на тему того как сделать анимацию веб-сайта я показываю на конкретном примере от самого начала до конечной анимации зацените это видео думаю вам будет полезно вот принципе все я надеюсь этот плагин сможет сохранить вам десятки часов вашей жизни и вы сможете делать классную и анимацию спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео пока а